Центральный парк Гусинозерска всегда был излюбленным местом горожан. Как говорят сами местные, здесь встречались, влюблялись и находили свою вторую половинку. Конечно, с течением времени территория пришла в упадок. Подарить парку вторую жизнь помог Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Его проводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Гусинозерск участвует в нем уже несколько лет. В 2022 году среди жителей провели голосование, какую территорию заявить на обновление. Подавляющее большинство, конечно же, выбрало Центральный парк. Тогда администрация города разработала дизайн-проект, отправила на конкурс и выиграла 85 миллионов рублей на воплощение всего задуманного. Своё любимое место отдыха в новом обличии горожане увидели уже осенью 2023 года. Да, замечательно. В отличие, что раньше-то было здесь. Всё прекрасно. Ребёнку нравится. Раньше здесь вообще ничего не было, если честно. Одни-то поля только. Сейчас, да, ёлочек понасадили. Прекрасно. Мне нравится. Концепция парка – пространство пяти стихий. Например, эта детская площадка символизирует стихию земли. Гусинозерск в прошлом был рабочим посёлком шахты. Промышленное наследие отразили в ландшафтных формах и природных материалах. Ну а в центре композиция, которая особенно полюбилась малышам – гусиное гнездо. Скажи, что тебе больше здесь нравится? Горки? Площадка? Что? У меня горка. Вот это, да? Да. Лицо, скажи, горка. Вот это яйцо. Да? Ага. Вообще, к образу птицы здесь относятся особенно трепетно. Всё началось в 18 веке. Именно тогда образовалось гусиное озеро. Водоём изобиловал рыбой – щукой, окунями, сорогой. На злачное место и слетелись пернатые – утки, турпаны, журавли, чайки. Но больше всего было гусей. Как писал Николай Бестужев, здесь пудами собирали гусиные перья для письма. Вот и в дизайне парка про талисман города не забыли. Стихия воздуха, конечно же, связана с высотой и полётом. Её в парке символизирует пятиметровая смотровая вышка. Воспарить над городской суетой может любой желающий в любую минуту. Здесь открывается панорамный вид на горы и гусиное озеро. Помещение рядом с вышкой – будущее кафе. Сейчас его дорабатывает инвестор. Совсем скоро, уже осенними вечерами, там можно будет выпить горячего чаю. А летом освежиться охлаждающими напитками. Ещё одна стихия – огонь. Он как подобие гусенозёрской ГРЭС. Градообразующее предприятие не останавливается ни на секунду. В парке эту энергию отражает сцена и танцплощадка. Жизнь здесь кипит. Уже сколько провели праздников на этой сцене. Люди собираются и танцуют, и смотрят, и участвуют в этом всём. У нас парк открылся в этом году. Вот с Масленицы началось. Вот Масленица, Пасха, День защиты детей. С утра у нас была квест-игра для детей. Рисунки на асфальте были. Потом был концерт творческих коллективов детей. Много было. Рядом со сценой – главное место сбора горожан. Центральная площадь. Здесь установили инфоскамейки. Возможно, вы даже о таких не слышали. Выглядят они вот так. Лавочки с интересными фактами о флоре, фауне и достопримечательностях Бурятии. Конечно же, обновлённый парк – это не только про прогулки, но и про спорт. Здесь уложили около километра беговых дорожек и тропинок для скандинавской ходьбы. Установили тренажёры для всех групп мышц и возрастов. А также построили скейт-площадку. Кстати, заниматься активностями теперь могут не только люди. После благоустройства в парке появилась первая в Гусенозёрске площадка для дрессировки собак. Ну, красиво. Красиво. Ещё так под дерево всё сделано. То есть вот это вот тоже так смотрится прям хорошо. Ну и экологически. А вы из какого населённого пункта? Чита, город. В Чите вот есть подобные? Именно подобного нет. Первый раз здесь. А откуда вы? Мы с Елендум. И как вам вообще? Да, вообще круто. Нам бы тоже так хотелось, чтобы у нас в деревне поставили такую площадку. Затем, чтобы парк оставался в первозданном виде, будут следить через видеонаблюдение. Камеры установили по всей территории. Мы здесь постарались провести озеленение. Конечно, зима была суровая. Некоторые саженцы не выжили. Ждём осень. Наш подрядчик эти саженцы заменит. Мы посадим новые. Ну и дальнейшее озеленение парка мы планируем проводить. Для того, чтобы у нас насытить, сделать такую зелёную зону, где действительно ты приходишь и отдыхаешь в этом парке. За зелёными насаждениями в парке ухаживают городские службы. Также здесь установили автоматическую систему полива. А это уже сквер «Юность». Его преобразили благодаря всё тому же Всероссийскому конкурсу благоустройства малых городов. Во многих архитектурных формах здесь постарались заложить, как говорят урбанисты, местную айдентику. Простыми словами, узнаваемый образ и фирменный стиль. Например, это лекторий. Здесь проводят шахматные турниры, репетиции и разные собрания. Само здание отделано вот такими элементами из лиственницы. В целом композиция создаёт имитацию оперения гуся – символа города. На относительно небольшой территории уместились игровая зона для детей, площадь с ёлкой, амфитеатр, теннисные столы и баскетбольная площадка. Здесь у нас большая проходимость, во-первых, центральная часть города. Большая проходимость, то, что здесь самая крупная школа, четвёртая, находится и два детских сада, очень много детей. За обновление именно этого сквера также голосовали местные жители. И на этом их роль не закончилась. С горожанами советовались на протяжении проведения всех работ – и в юности, и в Центральном парке. Мы организовывали несколько встреч с разными группами, то есть начиная от детей, заканчивая ветеранами, пенсионерами, предпринимателем. То есть у нас было, по-моему, шесть или семь фокус-групп, организовано в разных точках города. И мы обсуждали наполнение этой территории по следующим этапам, что бы хотели здесь видеть. Есть проект. Проект проходил публичное обсуждение. Обсуждалось это неоднократно. Имеются протоколы. Участвовали наши жители, предприниматели, активисты ОНФ. Благодаря тому, что есть вот такой конкурс проводится, город Гусинозерск постепенно благоустраивается. Мы хотим, чтобы этот конкурс продолжался, мы могли участвовать и постепенно благоустроить наш город в целом. Кстати, сквер «Юнность» стал первой территорией, которая выиграла обновление в Гусинозерске. По конкурсу помимо Центрального парка также преобразили бульвар, который ведет к скверу. Четвертым этапом стало благоустройство Центральной улицы Ленина. Оно стартовало этим летом. Проект также выиграл федеральные деньги в конкурсе. За пять лет в Бурятии в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды обустроили шесть общественных пространств на общую сумму 370 миллионов рублей. В этом году в городах продолжается благоустройство общественных территорий. Однако участие во Всероссийском конкурсе принимают и села – Кырен, Сотниково, Кабанск. На благоустройство в Бурятии в рамках конкурса уже в этом году направлено 970 миллионов рублей. Так что облик городов и сел меняется. Они становятся комфортными для проживания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова